Понимаете, вместе с нами! Запоется, запоет, он себя не подчиняет, он себя не продает. Не кричат о нем газеты, не молчит о нем печаль, Жалко шумит, уж что это, а кто же огорчал? Знает, раньше он кургут, и развязанность, и мешок, И, наверное, рядом с музой он немножечко смешно. Шубок раз не сочиняет, шубок раз не сочиняет, Запоется, запоет, а он себя не подчиняет, он себя не продает. Шубок раз не сочиняет, шубок раз не сочиняет, Запоёт, запоёт, он себя не подчиняет, он себя не продаёт. Жаль, что дурак каждый тает, жаль, что вдове не уйдёт. Впрочем, я хорошо летаю, жаль, что песни не поют. Но печали неуместны, и тоска не для него. Был бы голос, но от песни запоются ничего. Добрый вечер, дорогие друзья! Второй раз мы собираемся в этом зале в честь одного из людей, которые к этому дому имеют очень прямое отношение. Это становится традицией, это очень приятно. Спасибо вам, что вы пришли отметить 80 лет со дня рождения великого нашего барда и замечательного учёного, профессора Московского института стальных сплавов, Виктора Семёновича Кирковского. Вся жизнь Виктора Семёновича была связана с этим институтом, с этим зданием. Он здесь учился. Потом после короткого времени, короткого периода, когда он работал в Запорожье, он вернулся сюда, стал здесь преподавателем и поработал здесь даже в последние дни своей жизни. Разрешите вам представить прежде всего многолетнего партнёра по сцене Виктора Семёновича Кирковского, Дмитрия Богданова. Добрый вечер. Аплодисменты. Помогает мне в Викторе 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 Чебоксарова. Добрый вечер. Этот год объявлен в Миссисе годом Виктора Семёновича Кирковского. И в рамках этого года прошло масса мероприятий, студенческие научные конференции, а также, что для нас очень приятно и радостно был поставлен целый спектакль, литературно-музыкальная композиция по жизни и творчеству Виктора Семёновича Кирковского. И сегодняшний наш концерт мы начнём именно с фрагмента из этой композиции, поставленной силами преподавателей и студентов Миссисов. На сцену приглашается преподаватель Миссиса Николай Леонидович Лисунец, друг и однокурсник Виктора Вирковского, академика Наталья Шерест, преподаватель Миссиса Владимир Викторович Собунцов, преподаватель Миссиса Семёнович Николай Леонидович Горбатюк, педагог по вокалу, Арсана Геннадьевна Февралева и студенты Миссиса Константин Булатов, Анна Стофиева, Мария Виккова, Ольга Кашенкова и Кристина Конграденко. Встречайте! Не плачь ты, гитара, не плачь, Не бить злых и слёз не надо, Ушёл композитор трубач С автор известной Гренады Гитара его как нова Всех бальдов подряд собирала Как совесть, как наша судьба Повсюду призыг нас мучала И дай его как в грубе На дисках всегда взглянуть Но песню о даме земле Он не успел допеть Нам предстоит допеть Он песня огнём на волнах Не зря же был педалунга На крик визящном жима А порты на струнах у руки Мы с вами в огонь не подавс И лучше не будет награды Чем то, что останется в нас Он парня в светловской Гренады И дай его как в грубе На дисках всегда взглянуть Но песню о даме земле Он не успел допеть Нам предстоит допеть Нам надо вместе допеть АПЛОДИСМЕНТЫ Родившийся в канун Дня металлурга 13 июля 1932 года Виктор Семёнович Бирковский Выбирает чисто мужскую профессию Инженера металлурга Представитель города металлургов Запорожье Он становится студентом Московского института стали Он получал основы технических знаний По обработке металлов давлением На студенческой скамье института А профессию калибровщика В родном городе На заводе «Непроспецсталь» Где прошел путь От рабочего вольцовщика И старшего калибровщика До помощника мастера прокатного цеха И заместителя начальника технического отдела Достигнув вершины Профессионального мастерства И общественного признания Как самого молодого Старшего калибровщика Не только в родном запорожье Виктор Семенович поступает В 1960 году В заочную аспирантуру Нашего института А в 1962 году Возвращается в Москву Переводится в очную аспирантуру МИСИС Защищает диссертацию И остается работать в МИСИС В 1968 году он становится Декабом музыкального факультета МИСИС На общественных началах А впоследствии Руководителем университета культуры Два года С 1970 по 1972 Верковский проводит командировки в Индии Где создает хор русских профессоров Имевший немалый успех у местной публики Сложившийся к концу 60-х годов Творческий союз с Сергеем Никитином Не может бездействовать Даже на расстоянии Сергей присылает Виктору Верковскому в Индию Стихи Александра Величанского Под музыку Вивальди Верковский вспоминает Я сразу купился Стихи такие мелодичные Просто прорвсятся на музыку Сразу видно, что это песня Мне казалось, что ее можно быстро написать За пять минут Но, собственно, как и у Никитина Сразу ничего не вышло Возился с ней примерно полтора года После возвращения в Москву При первой же встрече, показанной у Никитина Сергей существенно поработал над песней И я сам предложил считать авторство общим Песня под музыку Вивальди Оказалась настолько удачной и мелодичной Что маэстро Поль Моряк, услышав ее во время кастролей в Москве Взял свой репертуар и исполняет С известнейшими музыкантами мира Взял свой репертуар и исполняет Песня на музыку Вивальди Песня под музыку При новом Вивальди 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 По югу За тоном В печали Задавайте Давайте Субтитры создавал DimaTorzok 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 И он сказал, Горя, пусть когда-нибудь в музей будет и ты передашь эту записку. И сейчас уже музей у нас появился, я передаю на ответственное хранение в музее эту пояснительную записку, как приложение к инженерной деятельности профессора Дерговского. Какие лихие у нас преподавать. Евгений Быков. Мы сейчас хотим вспомнить одну песенку. Наш сегодняшний вечер называется «Новые песни придумала жизнь». Но все-таки у этих песен есть авторы. Эти авторы, вот они творились в какой-то одной большой могучей кучке. Виктор Семенович очень дружил с Елесичем Бисбором. С Платом Акуджавой, с, ну естественно, Сергеем Никитином, с бывшим Суховицем. Вот вы смотрите фотографию. Как вы думаете, кто там вторым сидит в этом самолете? Это Бисбор. Берговский, наверное, не видел этой фотографии, но он прекрасно знал, что Бисбор всю жизнь мечтал стать летчиком, авиатором. Он даже в одно время пошел в летную школу, видимо, вот там и сделана была эта фотография. И когда Виктор Семенович решил, что надо сочинить какую-то песню, посвященную своему другу Елесичу Бисбору, он нашел стихи про это. Стихи Владимира Жилина, посвящения Елесу Бисбору. 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 Фашка спинтовалась и в штопор, Вон когда пульты выброшились в верхней смерти. Но казнёт страшника Из авиации военной выбыки И вот связался с пассажирской правой Чтоб только небо пред собой видеть И чистый лист рассматривает глазки Глазами от страсти сухие И вот на рельсе красновой сутки Он сделал очень простенькую свечу А пассажир так умолчил лишь за печью Что стал зеленый аэродрома, второй пилот от дизианрома А стюардесса Соколова Жанна Каталась по салонам и вешал Теперь самосвал водит Песок возит и бежон в него Но есть ему видение вдруг видит Что под колесами земли нет И самосвал наращивает крылья Вымает он свой детский берег И в них американские фильмы Со штаборогими олимпинами Автоинспектор увидит такое На фотоцикл подскачет А на правом проколе, проколе А водкой от водителя не пахнет Спасибо за понимание Я специально пытался разучить эту песню к этому концерту Потому что сейчас я приглашаю на сцену дочери Юсича Татьяну Лизбаку Я сегодня в привычном себе жанре разговорном Знаете, отца, ну как вы понимаете Связывалась с Виктором Семеновичем Гяковским Я не побоюсь этого слова Великая мужская дружба Во всех ее проявлениях Но хочу вам искать анекдот один Он очень подходит к нашей семье И к моей семье Барт на кухне пишет песню Жена укладывает ребенка Ребенок не спит Жена приходит, говорит Сделай что-нибудь Он не засыпает Барт берет гитару И говорит Ну пойду ему сейчас песню споем На что жена суетлива Может не надо так сразу Но сначала по-хорошему Могу сказать, что мы с Анной С моей сестрой По-хорошему не засыпали никогда Но к счастью Нам не давали спать И Виктор Семенович Берковский И Сергей Игорьевич Никитин И многие-многие другие замечательные авторы Я специально принесла сюда книгу Которая называется «Просто Висбор» Здесь есть воспоминания Виктора Семеновича Об отце И в основном, конечно, это связано С байками, с шутками Вообще большие любители были пошутить Но Виктор Семенович Человек, как и отец, кстати Феерического чувства юмора Я таких людей практически не знаю При этом надо вспомнить его облик И как он это все произносил Это, значит, когда встречались они, допустим С Аркадием Мартыновским С Аркадием Леонидовичем Это еще ближайший друг отца Значит, вот, читаю просто «Однажды мы с Юрой, с Аркадием Мартыновским Договорились раз в неделю В 7 часов вечера встречаться Играть в преферанс Пару раз мы встречались у Аркадии Потом условили в следующий раз Треться у меня Жена была в отъезде И очень удобно В назначенный день В начале 7-го Я собрался ехать с работы домой То есть отсюда В это время раздался телефонный звонок И меня вызвал себе ректор института В те времена Отсутствие пробок на дорогах Путь с работы домой Меня занимал 15-20 минут Кабинет ректора находился в другом здании Это 10 минут Но ректор был занят Разговором с какой-то важной персоной Я обождал Когда вошел в кабинет Ректор разговаривал по телефону Я понял, что опаздываю Дома я появился с опозданием 25-30 минут У подъезда и на площадке никого не было, конечно В дверях торчала записка Запомните, это очень важно И не звони Я понял, что степень обиды максимальная Не стал звонить Тел в машину Помчался домой к Мартыновскому У Аркадия дома За столом сидели Юра Аркадий Юля, жена Аркадия Никто мне слова не сказал Не упрекнул Юля мне место уступила Мы доиграли в партию Разошлись по домам Через неделю Приехала моя жена Я пришел домой Поднял руку, чтобы позвонить И увидел, что звонка нет Он срезан И тут я вспомнил И не звони Еще одно замечательное событие Вообще, за что я и Дмитрию Богданову, и Виктору Берковскому не сказала, но благодарна Уже даже не знаю, как в кавычках говорить это или нет Дело в том, что они когда-то выводили моего сына Юру на сцену В заказе России Да, вот он, пожалуйста Восьмилетний Юра Пел тогда песню Я когда-то состаюсь Песня от, естественно, Гисбара Берковского Память временем смоет Если будут подарки, я мне к тому рубежу Не дарите мне денег Подарите мне Да, Никитина Подарите мне море И за это, ребят, вам спасибо скажу Это был замечательный Маленький мальчик Это все чудесно Кстати, они так удачно его вывели на сцену Что вот он до сих пор, а тут не вернулся Он и сейчас на сцене Потому что он и закончил театральный груз Даже оперу успел написать каким-то образом Я об этом из пресса узнаю Кстати, если кто-то увидит, передайте привет Скажите, мама ждет Да, ну, это спасибо тебе Внука не отдам, Дима И Так вот, после этого Юра, значит, тогда математикой увлекался Он ко мне подходит, говорит Мам, а сколько людей в концертном зале России? Я говорю, Юра Ну, где-то 2,5-3 тысячи Он какие-то сделал себе, значит, записи Ушел, потом вышла газета Было написано, люди, которые нас удивили Там рядом с фотографией Анопко Был футболист Был фотография Юры Вот именно такая И, значит, он ко мне подходит Говорит, а сколько читателей у газет «Комсомольская правда» Я говорю, Юра, миллионы Он какие-то опять все вычисления Тоже ходил, потом думал Считал Потом подошел ко мне и сказал «Мама, ну вот скажи мне Я уже такой же популярный, как Майкл Джексон» Ну, вот сейчас уже практически такой же И вы знаете, что? Тут Виктор Семенович, если я вас немного задержу Он говорит, что невозможно передать Вот в этой книжке Невозможно передать интонацию отца Особенно на бумаге Но если это не написал сам отец Одни из самых замечательных песен Которые были написаны совместно Это к фильму «Морские ворота» И к фильму документальному «Морман-198» Вот я прочту папинный рассказ Называется он «Командировка в Мурманск» Это документальная вещь Несколько лет назад я прилетел в Мурманск Командировку Этот город является как в моей вочине В том смысле, что я всех знаю Слушал недалеко, все меня знают Много раз оттуда в море А выходил и возвращался Мне нужно было пять дней поработать в Мурманске Поскольку в местном издательстве выходила моя книжка А потом я должен был уйти в море на подводный лод И чтобы подготовить экспортаж для журнала «Круг Азор» На аэродроме встречает меня секретарь обкома комсомола Альберт Жигалин С которым мы служили в одном полку И говорит Юра, у нас с тобой большая программа Мы должны обойти 50 семейцев, которые правят в Мурманском И вот каждую ночь мы отходим 4 или 5 домов Мурманск, нет, Белисия Спирт, палтус, никакой зелени Здрасте, Велёш, вот тут Леночка не спит, всё вас ждём Потом застолье, песни какие-то Другой дом, кошмар В 8 часов утра прихожу в гостиницу Страшный как мурдалак, ложусь спать В час издательства, а вечером опять начинаются 50 семейцев Наконец, в 5 дней страшного пьянства закончить Приезжаю на башу в Североморск Там один день, меня встречает местный поэт Володя Матвеев, капитал 2-го ранга Честно глядя мне в глаза, говорит Юра бросил пить Минут через 10 Он уже достал топор И стал взламывать шкаф, где жена от него закрывает спирт Затем было всё как надо Наконец, утром подали адмиралский катер До базы подводных лодок в поляну идти час Я в тёплой командировочной шубе На собачьем меху вышел наверх Чтоб меня проморозило Чтоб вся эта жуткая жизнь Всё это страшное пьянство из меня вышло Промёрз хорошо, взбодрился Думаю, там военная база Никакого разврата Приходим, встречают два офицера Один командир лодки взял мой чемодан Говорит, Юрич, пожалуйста, быстренько в политотдел И на лодку мы уходим Второй офицер из политотдела Мне в политотделка надо зайти, чтобы сказать здрасте Я такой-то попрощаться и уйти Вхожу, начальник политотдела Большой кабинет За столом сидит скучный человек Окна заметены чёрным снегом Говорить мне с ним абсолютно не о чем Он выдвигает ящик стола, заглядывает туда И старательно выговаривая моё имя Обращается ко мне Да, Юрий Иосифович, у нас тут зима Полярная ночь Я, правда, и сам вижу, что полярная ночь Сидим, какое-то молчание напряжённое Вдруг он делает резкое движение вниз У меня захолонул внутри Открывает тумбочку, вынимает бутылку спирта И довольно два грязных стакана Начинает разливать, по пол стакана Берёт график жёлтой старой воды Разбавляет спирт, происходит известная реакция Затем он вынимает маленький, сухой, как грецкий орех, лимон И пытается ножом его перепилить Тут у нас, Юрий Иосифович, зима Полярная ночь Чувствую себя ужасно Но выпить с ним тоже вроде не могу Он берёт стакан Ну, Юрий Иосифович Я чувствую себя проституткой, которая вернулась к честной жизни А тут её опять зовут Мы встали За ваша Юрий Иосифович плавание выпили Мне будто суховатую палку в пищевую цену Я стакан ещё не успел поставить Как открывается дверь, ходит никто иной Как командующий базу, ход армирал Романенко Что такое? Пьянка в штабном помещении? Тот начал как-то оправдываться Я ставился стаканом, выпил Не закусил совершенно Кто такой? Кто из Москвы? Начал распекать начальника политотдела Я как организатор пьянки Стою, молчу, думаю, пьяный В штатском, в штабе Тут секретные документы сейчас арестуют Идите за мной Ну, думаю, пропала моя командировочка Иду по тёмным коридорам за адмиралом Он открывает какую-то дверь И я вижу там сёмга, сёмга, сёмга Сёмга нарезанная, лимончики Что вы там, понимаете, с помпалитом сухой? Мы вас давно ждём Кстати, в этих компаниях было практически то же самое Ну, здесь, как говорится, было тяжело Потому что был коньяк Обмирал, снял китель Называл меня сынок Рассказал мне всю свою жизнь А я ему свою И про всех своих жён Много раз поцеловались Уже действительно ночь за окном Полярная ночь, зима В итоге всех висят Он мне говорит Сынок, ты один до лодки не дойдёшь Я тебе дам листового Вызвал листового звонком Подошёл азербайджанец Как сейчас помню С худой шеей Обнял я его И мы пошли по каким-то обледенелым пирсам Я этому азербайджанцу всё рассказываю про себя Приходил Лодка стоит седьмым бортом Шесть лодок нужно пройти по маленьким шапкам Обледенелым мосточкам Чтоб на нашу лодку попасть С божьей помощью перешли Я поцеловал азербайджанцы И залез на верхний рубочный юг Смотрю внизу Там на четырнадцатиметровой глубине Нысина ходит Это командир нервничает Спустился я шуба Как юбка Вся задралась Командир я говорю Товарищ Сизборг Где вы ходите? Всё на ли-то Это был конец Когда я и Кумпалит пришли к нему в каюту Я ещё жизнь помнил Смотрю Он вынимает бутылку ркацетели Заткнутую чёрной резиновой пробкой У меня ещё так ясно мысль работает Это не ркацетели Такой у меня был мощный сигнал Потом произошёл распакличность Когда я вернулся к жизни Чувствую, будто лежу в гробу Голову поднять не могу Ну думаю, вот она и смерть наконец-то Чувствую, что с левого края гроб кончается И стенки как-то трясутся Соображаю Нет, не умер пока Выяснилось, что я лежу на третьей полке В офицерской каюте Слез полная темнота Разбил несколько приборов Но нашёл выключатель Зажёг свет Так началась моя командировка в Мурманске Юрий Визбор, 79-й год Спасибо Спасибо Спасибо, Каня Точно приглашаю на сцену Каня Варвара Визбор А как же Сергей Кутас Дима, Дима, осторожно Может, мы это поменяем Давай, давай Давай мы сначала споём Споём эту саму Морские ворота А, вот так вот В том же темпе, в той же тональности Дима, всё ли хорошо? Морские ворота Из кинофильма Если вы, хотя сбывали в плаванье Если вам снились города Стало быть, в отдалённой габани Кто на вас должен ожидать Здравствуйте, зареходившие И в своих привыкших местах Штурманы в север-покалишне В север-покалишне Север-покалишне В север-покалишне Какая работа Только в холодах В высоких широтах Прокладят сюда И снова знакома Бежит за горой Дорога из дома Дорога домой Бегаем Бегаем У самого полюса С то, что мы Вроде мы прошли Ждать пока Море успокоится Нам нельзя Не за эти жни Папа Бегаем Уже больше не качается И обещает На мою На мою Когда-нибудь Качается Там, где нас Родные люди ждут Такая работа Волёт Вопада Высоких широтах Прокладят сюда И снова на домах лежит за горой Дорога, и снова, дорога домой Дорога, дорога Дорогие друзья, сейчас будет песня, которая премьера песни Я никогда ее не слышала, кроме как за пару дней до сегодняшнего события Она посвящена моей бабушке Аде Якушевой Она писала ее Виктор Семенович А почему вы не хлопаете? Спасибо Ты относишься ко мне, как к воле Ты относишься ко мне, как к лесам Ты относишься ко мне, как я сам Относишься ко мне, как к лесам И тебя я не имею Ты проста Так относишься ко мне, как к лесам Так относишься ко мне, как к лесам Как к лесам Ты относишься ко мне, как я сам Относишься ко мне, как к лесам Там будут петь Варя Лисборг, Таня Лисборг и я Аплодисменты Он был амбициозным И он думал о том, как вообще его творчество будет жить в дальнейших веках Поэтому особое внимание он уделял туда работе с молодежью Уже стала классическая история Как Виктор Семенович подошел ко мне на каком-то фестивале артерской песни К юной совершенно исполнительнице И сказал Лидочка, вот вы такая талантливая девочка Что же вы ерунду-то всякую поете? Песни надо петь хорошие Мои И надо сказать, что не только мне посчастливилось Вот таким образом получить репертуар прекрасной жемчужины Созданной Виктором Семеновичем Дерковским Таких молодых людей было много, к счастью И все они, конечно, безмерно талантливы Я хочу пригласить на сцену автора песен Прекрасного исполнителя И партнера по сцене Виктора Семеновича Дерковского Который на протяжении всего последнего года жизни Виктор Семенович сопровождал его в его концертных поездках Павел Пахардинов, встречайте! Александр Радовский, выдающийся джазовый гитарист Добрый вечер, друзья! Со мной произошла парадоксальная история Я когда родился, у меня папа пел песни А потом я узнал, что это какой-то Виктор Берковский А потом вдруг так случилось Ну, то есть для ребенка это был какой-то Виктор Берковский А потом так случилось, что Виктор Семенович предложил Да, предложил мне разучить несколько его песен И сопровождать нас сегодня на концертах Ну и я не могу вам описать тот ураган мыслей и чувств, который у меня был И, конечно, если бы этого сотрудничества не было, то в моей жизни, кто знает, как бы все сложилось На самом случае, тот багаж знаний, который я приобрел за то недолгое время, пока мы сотрудничали, он огромный Снега выпадают, и темы и ночи стреляются на землю, дома огибают По городу против, и день, и ночь, я черная птица, и ты голубая Над римой шумят, шелестят снегопады У топли дороги, недвижный трамвай Сидят на перилах чугунной окраины Я черная птица, и ты голубая У Zoo Владимир Шумят Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Лошади Лошади Легон далекой земли Люди в серебломке Шлюки в лезвию Лошади Поплыли просто так Как же Быть и что же Делать если Нету месть на лодках И плотах Плыли По океану Рыжий Остров Море Синя Остров Изберла Плавать Просто Океан Казался Но Не видно Выбитой Края Сегодня Наши Дильных сил Труд Заражали Кони Поздравляя Тем, кто В океане Втопил Не Кони Шли На дно И Ржали Ржали Все На него Покуда не пошли Вот и все А все-таки мне жаль них, Рыжих, не увидевших земли. Так и не увидевших земли. Приглашаю на сцену другая писавтора Виктора Дырковского, человека, на стихи которого больше всего написано у Виктора Семеновича песен, Дмитрия Сухарева. Дорогие друзья, я так думаю, что, наверное, самые умные из вас, увидев меня выходящим на эту сцену, подумали, ну все, кончено. Если еще сухое удалится воспоминание, то этот вечер никогда не кончится. И это, наверное, очень была бы правильная мысль, поэтому сразу хочу сказать, что я воспоминания ударяться не буду, потому что по ходу всех растутлений я время от времени что-то вспоминал, и мне хотелось скачать. И когда там сказали, что Оль Мариан сыграл под музыку Виванда, мне хотелось крикнуть, я, я ходил в Олю Мариан за пластинкой для Дырковского, ну и так далее. Знаете, жизнь очень длинная и вспоминать есть. Второе, сразу мне хочется предупредить, что песня, которая сейчас позвучала, стихи к ней не написал Юрий Давыдович Легитанский, который почему-то все время... Я прошу прощения, это я забыл объявить, что это повесил. ...на экране, и даже не я, которого вы сделали после этой песни. Эту песню, это стихотворение великое написал Борис Абрамович Слудский, которого... Вот сейчас уже мы дистанцируемся от 20 века, и я уже не раз слышал от людей, разбирающихся в русской литературе, что многие уже склоняются к тому, чтобы назвать Слудского самым крупным русским поэтом 20-го столетия. А у Слудского... Да, я так тоже думаю, это правда, хотя в 20-м веке были у нас великие поэты. У Слудского это стихотворение было самое известное с 56-го года, то есть за 12 лет до того, как Виктор Семенович написал песню на это стихотворение. Оно прогремело после статьи Эренбурга, когда вдруг люди узнают, что есть такой поэт Борис Слудский. И, конечно, надо сразу сказать, что в нашей бардовской среде это не редкость, что замечательные стихи становятся после того, как их кладут на музыку, становятся какими-то однозначными, плоскими, что-то теряют. Здесь этого нет, и вообще Берковский этим не грешил. Он делал стихи, за которые брался, более привлекательными. И те люди, которые не читали бы эти стихи, они становились, приобщались к этой поэзии. Я хочу прочитать одно стихотворение, посвященное как раз Слудскому, тому поэту, который встречался у меня дома с Берковским, послушал, как Берковский поет его «Лошадь в океане», ничего не сказал. И я не знаю, что он при этом думал, но у него были такие строчки. Талант у него не завидовал, уму тем более нигде и никому, не более меня бы преуспели. Завидовал, что ваши песни пели. Вот мастер. Поэту С питаю интерес, особый род влюбленности питаю. Я сознаю, каков реальный вес у книжицы, которую листаю. Она тонка, но тяжела, как толк. Я сто томов отдам за эти строки. Я знаю, у кого мне брать уроки, у кого мне брать на мой рабочий стол. Строка строку выносит из огня, как раненого раненый выносит. Не каждый эту музыку выносит, но как она врывается в меня. Как я внимаю лири роковой поэта С, его железной лири. Быть может, я в своем интимном мире, как он, политработник фронтовой. Друзей его люблю издалека, ровесникам великого похода. Надежный круг, в который нету входа моим друзьям. Ведь мы не их полка, стареть им просто, совести чиста. А мы не выдаем, что староваты. Ведь мы студенты, а они солдаты. И этим обозначены места. Пока в пекарне в пряничном цеху С изюмом литпродукция печется, Поэт взлет горбушку и печется О почести, положенной стиху, О павших, о пропавших. И о них, о тех, кто отстоял свободный стих, Которым тоже родина свобода, Чтоб всяк того достойный был прочтен, И честь по чести, славу почтен, И отпечатан в памяти народа. Издалека люблю поэта С. Бывает в клубе, он стоит, как витязь. Ах, этот клуб поэтов-политес, И поэтес святая деловитость. Зато в награду рею гордым духом, Обрадовано ртею правым ухом, Когда Борис Абрамович С. Поэт меня порой у вешалки приметит, И на поры души моей ответит, Подарит мне улыбку и привет. Мы хотим заставить поэта вес, Другого поэта вес, Все-таки спеть одну из знаменитых тоже песен. Какой-то звук. Я постараюсь, постараюсь, Да, правильно, если выключить это, Я постараюсь, не повторюсь. Да, и клеточка мне правильно сказала, Чтоб я напомнил о том, И сказал о том, какой сегодня, Вернее, завтра, великий день. А сегодня, в 41-м году, Это был последний день Второй мировой войны, Пока германская армия не знала про Жене. До завтра она побежала. И когда на дне, глядя свет и кровь, Нам судьба и ноя начальникала, Нам не призывно, нам не приписно, Поиск у окрестного квартала. Синяя ветерина, леса позднили, Все календари по плетеням, Годы нашей жизни, как составы пролетели, Как же давно осиротели. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, Разве это выразит слава? Как они стояли, О, воем канавы, Сбыли навечно головой. Вспомним их сегодня, Всегда одного, Вымустивших страшную дорогу. Скоро, кроме нас, уже не будет Никого, кто вместе с ними Слышал первую револю. И когда на дне, глядя свет и кровь, Труба не раёт нового оркестра, Мы кладали слухи, ярости муки, Чтоб хотя бы музыка скрестна. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, Это только мы летали с сыном, Как они шагали, А твоей командой Сбыли навечно головой. И когда на дне, глядя свет и кровь, Труба не раёт нового оркестра, Мы кладали слухи, ярости муки, Чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, Это только мы летали с сыном, Как они шагали, А плавил команда С видными навечно головами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Медленный Сухарев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы продолжим петь песни на стихи Дмитрия Сухарьева. Я прошу прощения, у меня слишком громко микрофон и монитор. Мы поем произведение, которое было написано Дмитрием Сухарьевым, Виктором Берковским и Сергеем Никитиным для детского спектакля, который долгое время шел в театре «Мэри Поппинс». Это песенка «Мама». Ах, так и есть, да, так и есть, живем, как полагали, Все в доме вверх ногами, и мне в лаком и счастье. Без нянь крутится, господа, умеет без яна, Но леди без изъяна, без няни никуда. Пришлось проститься с няней грим, Она была кутина, с утра везде и крутила Пластинку лоим грим. Еще была она вдова, как-то играла гамой, У нас от этой дамы болела голова, А нет, ведь ушла на том, Расскорку вместо делала, Сидела и балдела под музыку гуном, Но все ж ты, моя рука, Давайте не валяйте. Ах, так и есть, да, так и есть, живем, как полагали, Все в доме вверх ногами, и мне в лаком и счастье. Везде разгром, везде садов, Ужасная картина, То боль, то паутина, То боль, то сколотина, То нос, то армина, Какой кошмарный дом. Везде разгром, везде садов, Ужасная картина, То боль, то паутина, То боль, то скотина, То нос, то армина, Какой кошмарный дом. АПЛОДИСМЕНТЫ Нужно еще сказать, мне кажется, что Виктор Семенович Горковский был родоначальником... Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Был родоначальником детской линии в авторской песне. Он первым начал сочинять песни для детей, И мы как раз такие академические исполнители этого репертуара, Потому что еще давным-давно записали вместе с Виктором Семеновичем Целую пластинку с пляжем Пэгги. И вот поэтому с тех пор мы вот такие спеты. А сейчас мы вот споем такую песенку. Я очень прошу наших видеоинженеров показать картинку с запиской, Которую прислали однажды Виктор Семеновичу с просьбой спеть эту песню. Ну, это можно сделать и в процессе исполняться. В руках Роги Николаевича появился инструмент укулеле. Если кто-то думает, что у него в руках ничего нет, так оно есть. И с просьбой звукорежиссера не жалеть Хольчика вот на этом вот инструменте. Произведение тоже на стихии Дмитрия Сухарева. Все песни будут на стихии. В конце первого отделения. Все, звучит? Готово. 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 Уснуть темною головой, Видит сон про тусь и прядь. Ах, другую головою Лево глянет, вправо глянет. Ах, молоко росли как удашит, В небо тянет, но кокосом наращит. Кто потянет, кто толкнет, Глядишь, поможет. Ведь мучили для Бога он не может. По слову дени, как она, Видимо, будет так, как она. Ни ядно, ни дайко, не может целено Уснуть, уснуть. В полушном переулке Полушник лепит булки, Ему ночной парад, А ножки не нужны. Зинка кипит, работа, Какой день, какого-то, Буду, да мы с тобой, Как земли, видя сны, По счастью тебе такая. Ни ядно, ни дайко, не может целено Уснуть, уснуть, уснуть. Дмитрий Сухарев, Виктор Берковский Апрель, апрель на улице, А на улице февраль. Еще февраль на улице, А на улице охрен. И крыши все запаяли, И солнышко печет, Эй, взять бы мы не забрали Под снегничков пучок, Эй, взять бы руки веточку, Чтобы запахом текла, И мостную веточку, Ресточку текла. А в ней, а в ней, на улице, А на улице февраль. Еще февраль на улице, А на улице охрен. Ни дом, ни по крыше, На самом ветерке, Стоит девчонка рыбой, В зеленом свитерке, Смяется веселой, Милою, милою весьма. А может, правда, мило, Скинула зима, А может, правда, скинула Солнышко печет, Так что шутку скинула, Слава и почет. А в ней, апрель на улице, А на улице февраль. Ищет февраль на улице, А на улице апрель. И я стою на улице, А на улице февраль на улице, А на улице февраль на улице, А на улице февраль. Ищет февраль на улице, А на улице апрель. А в ней, апрель на улице, А на улице февраль на улице, А на улице февраль на улице. Адрад! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.